ЧП произошло в воскресенье днём. Опора ЛЭП была повреждена строительной техникой, которая вела несогласованные с энергетиками работы в охранной зоне линии электропередачи «Видная Расторгуева» и «Пахра Расторгуева». Также поставлено под угрозу энергосторжение всего района и непосредственно тягу подстанции Расторгуева. В критической ситуации оперативно и профессионально сработали энергетики Россети «Московский регион» и не допустили нарушения электроснабжения потребителей, запитав их по резервной схеме и от трёх передвижных электростанций. Были оперативно организованы ремонтные работы для восстановления нормальной схемы электроснабжения потребителей Ленинского городского округа, которые велись круглосуточно с 27 декабря по сегодняшний день. Несмотря на неоднократные предупреждения со стороны Южных Лидерских сетей о невозможности проведения каких-либо работ в охранной зоне воздушных линий «Видная Расторгуева» и «Пахра», нарушители продолжали незаконную деятельность по отвалу грунта и других материалов, что привело к повреждению опоры. Горестроители уже предупреждали о том, насколько опасным может быть проведение работ на данном участке. Наш телеканал ещё в 2019 году выезжал на место вместе с представителями отдела экологии, прокуратуры, госантехнодзора и специалистами Россети «Московский регион». Тогда были зафиксированы факты незаконного строительства и сброса строительных отходов. Вызывались на место наряды полиции, то есть составлены протоколы, написаны заявления, которые находятся в правоохранительных органах. Данные информации, все материалы передаются в полномоченные надзорные органы, это Министерство экологии Московской области, которое дальнейшее ведёт расследование и должно привлечь нарушителя к ответственности. Но нарушения на данном участке продолжались и в итоге привели к чрезвычайному происшествию. Повреждённую опору специалистам пришлось демонтировать и на её место установить новую, изготовленную из более прочного композитного материала с повышенной устойчивостью к ударным механическим нагрузкам. А энергетики в очередной раз предупреждают о недопустимости самостоятельного ведения какой-либо деятельности в охранных зонах электрических сетей. Обо всех замеченных нарушениях можно сообщить по телефону светлой линии 8 800 220 0 220. Татьяна Брылова, Елена Кошелева, Видное ТВ.